Я когда увидел ее на выставке, на видео, я такой, блядь, хочу! Всем нихао, вы на канале Русский Китаец. Сегодня у нас очередной выпуск и очередной клиент приезжает ко мне сюда, в Китай, за своей машиной. Вячеслав купил у меня одну синюю Манжаро, кстати, она была в выпуске ранее, где я брал эти машины в новом комплексе. И еще он хочет по спецтехнике какие-то машины привезти в Россию, сейчас как раз он приедет и будем решать этот вопрос. Мы чуть-чуть опоздали, ребята уже вышли из аэропорта. Город большой пробки, просто жесть. Это мой менеджер Азамат, он здесь со мной лично в Китае, здесь у меня еще есть несколько менеджеров. У меня есть и в России офис, поэтому вы можете писать и сюда, и туда. Китайский менеджер это на аккаунте РК Николай, который офис в Новосибирске, они на аккаунте Русский Китаец. Вячеслав, да? Здравствуйте. Привет вас. Привет, Слава. Как добрались? Это Николай, да? Николай, который Азамат. У нас три менеджера на Азамат. Да хорошо, только. Нормально добрались. Нормально? Здесь климат лучше, чем в Сиане. В Сиане жара вообще дикая, да? Сколько там были? Четыре часа. Четыре часа. До этого были в Китае? Нет. Нет, первый раз. На одно попутешествовать. Погода более-менее нормальная. Зимой как бы минус. Или плюс? Минус. Минус. Здесь. А летом, ну, вот сейчас в самые теплые дни, где-то 34. Он такой исторический город, а у нас такой более-менее уже современный, короче, город. Не совсем современный какой-нибудь Шэнджэнь, Шанхай, но все равно нормально. Шэнджэнь? Да? Шэнджэнь? Или двойное название у него, и как? Нет, он до этого очень давно назывался Шэнджэнь. До Шэнджэна, я не знаю, как он назывался, но по истории даже вот так. Некоторые улицы до сих пор в Пашиняне называются Шэнджэн. Вообще тут, если ставится карточка, на этой машине просто нету ее. Можно сделать карту, автоматически проезжаешь еще на скорости. Конечно, если что, в России есть транспондеры, в Китае нет транспондеров, конечно. У нас там в Сибири, ну, я под Иркутском, там у нас нет ничего такого. Под Иркутском у вас еще ничего не дошло. До туда, по-моему, никогда и не дойдет. Слушай, да, смотри, вот сейчас начали разговор. Вот эту маленькую машинку, да? Да, я про джак. Если она есть, есть возможность ее сделать, пока мы здесь. Мы готовы, нам нужно посчитать экономику, сколько она выйдет на выходе, да? И мы готовы прямо здесь с тобой сейчас заинвестироваться. И ее тоже лопать. Ну, я не говорю, что прям 15 минут. Тут, смотрите, какая схема по этим. Мы все машины, вот эти, которые сейчас, ну, только начинаем без спецтехники работать, мы их сразу закидываем на таможню в России. То есть предоставляем полностью всю информацию по ней. Там двигатель, какой у нее, общий вес загруженный, не загруженный. Вот эти моменты, нужна ВИН-код. Они смотрят, могут ли они ее растаможить, как она растаможится. Если они добро дают, тогда, ну, и мы клиенту даем добро. Сколько срок вот этого добра ждать? Ну, примерно, короче, зависит, если не затупят они, то, допустим, днем, утром скидываем в Москве. Ну, к концу дня должно быть, по идее. Давай, тогда давай посчитаемся. Ну, сначала экономику посчитать, сколько это будет нам стоить. Понятно, она для тебя там одна стоимость, плюс твои услуги, перегоны для нас другая стоимость. Она здесь в Китае, допустим, да, по инвойсу она будет. Вот столько-то. Нам нужно понимать, сколько она будет стоить по инвойсу, сколько у нас будет расходов на растаможку, да, ну, в итоге, сколько она нам выйдет в России. Сделать до категории. Коль, ты посмотри, я 360 тысяч. Азамат уже? Азамат посмотри, ну, я вас привыкнул. А у нас там один аккаунт на троих монетах. Они втроем сидят, чтобы куда-нибудь не было. Первый регистрировался в Коля, короче. Нет, у нас нету Коля. Нет, вообще нет. У меня в Новосибирске там 6 человек сидит, здесь трое сидят. Я думаю, завтра, послезавтра съездить просто туда. Можем, да. Просто посмотреть, что по наличию. Есть. А здесь вообще есть предстоительство Джак? Есть. Ну, горбин. Просто что-то. Да, да. Да. Почему приоритет номер один, да? Потому что мы сейчас хотим попробовать, посмотреть, сколько это выходит, как это выходит. Ну, причем мы их не собираемся брать на перепродажу. А у нас это неинтересно. Мы хотим их брать себе на промоку. Это по маленькой, да. По большим тут надо мозговать. Вот если сейчас получается фотон, ситрак, я так понимаю, проблема какая-то с ситраками? С ситраками... У них, вот... Короче, не все могут, они в России быть растаможены. На заводе, прямо на ситраке, на заводе делают именно... У них же имановская лицензия. И, получается, сейчас пошли фавы и донфенны. То есть их, по сути, сейчас вот, ну, интересны три первые. Получается, фотон, ситрак, бенфен. Еще и мерседесы здесь прямо делаются. Вот, фотоны делают, кстати, тоже мерседесы. Денежный поток она генерирует, что ситрак, что мерседес. Денежный поток они генерируют одинаково. И главное, чтобы она зашла в Россию как B-категория. Если, говорит, будет с юрлица, пошлина будет полная. То есть, если оплата с юрлица, будет полная пошлина. Никаких там занижений и так далее не будет присутствовать. Соответственно, говорит, ну, смысла нет. То есть, доставка до Киргизии, то есть, там, до Бишкека, отсюда от нас, будет, ну, тоже занимать большое количество средств. Переход двух границ там уже условно, а не сразу в Россию. Поэтому, как бы, это усложняет процесс, я думаю. Для меня эта спецтехника уже, наверное, с апреля месяца просто какой-то лес. Это, это, я думал, что легко. Я думал, реально, что легко. Ну, чё, купил этот тягач, отправил в Россию и всё. Сейчас, поехали ко мне в гараж, показать Вячеславу машину его. Новый, синий, манжаро. В Китае, знаете, вообще, почему люди, ну, обычные китайцы, не покупают максимально, ну, допустим, какую-нибудь корову. Никто, никогда китайцы не купят корову в максимальной комплектации. Мы сейчас заказали корову Кросс, знаете? Да. У меня клиент тоже с Ургутска, заказал корову Кросс, она будет изготавливаться в максимальной комплектации 2 месяца. Почему? Потому что она нахрен в Китае никому не нужна. Она, ещё чуть-чуть денег добавить, можно RAV4 успеть. Да. Китайцы покупают средних комплектаций машины и просто едут в любой сервис, апгрейд, ему установят всё, что он хочет. Сейчас вплоть до того, что можно проектор на лобовое стекло установить здесь. А с прошивкой по манжаро ничего там не продвинулось? Короче, есть прошивка, мы сейчас будем пробовать на одной машине. У меня как раз купил партнёр от Краснодара машины, он две купил, манжаро, синюю и белую. Он говорит, давай одну попробуем прошить. Короче, я нашёл прошивки, устанавливают на русский язык, стоит 6500 тысяч юаней, но там приложений пока что не будет. Вот не знаю, можно ли потом их установить дополнительно, но конкретно всё меню, центральный дисплей водителя, пассажира дисплея будут на русском языке. Пока что её не проверили. Я пока вживую не видел эту прошивку, поэтому я пока её никому не рекомендую. Пока сами не проверим, я её не буду никому запаривать. Кто-то писал, купил машину, говорит, хлопаю, какой-то звон типа в дверке. Не поймёт, что. Просто сейчас смотрю, проверяю. Тут нормально вроде всё. Я неравним слышу звона в дверях. Всё нормально. Закрытая территория. У нас прямо парковка наверху ГАИ. Поэтому у нас машины далеко сейчас никуда не ездят. Только на переоформление, на экспорт нужно уезжать чуть-чуть отсюда подальше. Машины ездят своим ходом. А так всё здесь всё делаем. Вот все машины здесь стоят. Ещё внизу парковка подземная. Ну что, как? Слава, понравилось? Отлично. Отличная машина. Ну, я ездил на такой в России. Ну... На синей? Нет, я на серебристой ездил. Только седьмого числа, седьмого апреля старт продаж был. Манжаро представляли. И вот я на тест-драйв приехал, прокатился, мне понравилось. Но зелёной не было. Такая вот, это как вот, флэшип. Ага, ну, он тут серый. Я хотел плёнку. Плёнку вот прямо вот здесь. Да, да, да. Вот здесь прямо плёнку мы делаем сразу. Любому клиенту здесь в течение двух суток клеят. Плюс защита там какую-то. Картера. Да, картера и... Номера снимаете? Решётка. Сейчас нет. Потом. Она сейчас переоформляется. Ты их отдаёшь? Да. Можно их в России? Нет. Ааа. Их когда... Вот прямо вот тут ГАИ. Ну, он просто коллекционирует... Все нёмы в номера. А, да? О, прикольно. Китайского не хватает. Да! Сейчас уже туда египетский добавился. Сейчас я сборочу. Налинен, золотого чеха, хайха, хайхалп, ку юнда. Угу. Ааа. Покажи, тебе, у Хабангунши на一個... ... в евро. ... в евро. В евро. Это американские, это российские, даже дипломатические вещи есть у меня. Короче, он мне даст номер, а я вам его отдам. Все для клиентов. Поэтому нужны номера, а вы их в Россию поставите, и вас менты не будут тормозить. Наоборот, сразу первые, кого затормозят. Иностранцы? Ну конечно, они увидят номера. А что, китайцы приехали, думают, нахрен с ними разговаривать, еще не поймем. У меня для этого дипломатические есть. Прикрутил и поехал. Ну вот и подошли недельные каникулы Ивана и Славы. Купили ребята машину Джилиманджаро, которую видели на видео. Ребята также планируют покупать еще и грузовик один, который мы сейчас прорабатываем. И надеемся, что тоже сможем отправить. Ну и как вам вообще впечатление от Китая понравилось? Ну Китай меня поразил. Меня лично Китай сильно поразил. Почему? Потому что настолько дружелюбной страны к иностранцам, да, и такой безопасности. Ощущение безопасности я давно не ощущал. Так что будем работать, будем трудиться. Будем сотрудничать. Все супер. Нас встретили, накормили, напоили. Масса впечатлений. Манжаро понравился? Манжаро огонь. Вот. По приезду мы обязательно скинем видео, как мы его получаем. Да. Поэтому скажем, что сделка еще не закончена. Когда машина приедет в Москву, тогда получим тогда уже отзыв и будем считать, что наша работа, сотрудничество дошло до удачного итога. Сделка еще не закончена, но уже состоялась. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, переходите по ссылкам внизу в Telegram. Там менеджеры вам ответят по поводу вопросов о покупке автомобиля. Ну и на этом всем пока. Берегите себя.